Привет всем любителям физики и физического эксперимента. Сегодня мы поговорим об одной любопытной конструкции вечного двигателя, основанная на работе силы Архимеда. И представляет собой этот двигатель большой бак с водой, в котором плавает стальной баллон, заполненный воздухом. В баллоне имеются два краника. Если мы откроем эти краны, то баллон начнет наполняться водой и погрузиться под воду. Ну понятно, что при этом мы можем прицепить к баллону веревку, перекинуть его через блоки, и там на том конце эта веревка будет поднимать какой-нибудь груз и совершать тем самым полезную работу. А теперь один кран мы подсоединяем к воздушному компрессору, нагнетаем воздух внутрь баллона, ну соответственно вода из него вытесняется, баллон снова набирает плавучесть и поднимается вверх. Ну понятно, что при этом мы снова можем прицепить к нему веревку, теперь уже снизу и через другой вот эти два блока снова поднять какой-нибудь полезный груз. И вот так этот двигатель совершает свой рабочий цикл, поднимается и опускается и совершает для нас полезную работу. И где же тут подвох? Где же нам приходится затрачивать работу, а не получать ее? А все дело в том, что когда у нас баллон заполняется водой и опускается на дно, давление в нем при открытом кране равно гидростатическому давлению столба жидкости, которая находится над ним. И для того, чтобы наполнить воздухом баллон, нам приходится совершать как раз таки работу против сил этого гидростатического давления, чтобы вытеснить из баллона воду воздухом. Ну, можно сказать и по-другому. Можно сказать, что при этом та вода... Ну, когда мы вытесняем воду, уровень воды в баке несколько поднимается. И это эквивалентно тому, что мы воду, которая находилась в баллоне, переместили вот сюда наверх. Конечно, при этом приходится совершать механическую работу. И вот кажется, что мы все уже объяснили, но я все-таки не понимаю одного интересного обстоятельства. Вот смотрите, когда у нас баллон находится на дне, мы нагнетаем воздух, вода из него вытесняется и уровень воды в баке повышается. Хорошо, баллон всплыл и мы начинаем его наполнять водой, открыв краники. Но известно, что если мы в аналогичной задаче возьмем и продыряем дно лодки, и вода начнет в нее затекать, то уровень воды в том озере или водоеме, в котором она находится, никак при этом не изменится. И точно так же с баллоном уровень воды в баке изменяться не будет. И тогда получается, что с каждым тактом работы нашего двигателя уровень воды будет постоянно на сколько-то повышаться. Но это какая-то полная ерунда. Где же ошибка в этом рассуждении? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику. Но это еще не все. Я хочу сейчас передать слово Андрею, и он расскажет о результатах нашего эксперимента, поставленного над алгоритмами ютуба с вашей помощью, вот в прошлую пятницу. Всего лишь два с небольшим дня назад.